всем привет продолжаем знакомиться с семейком и сегодня сегодня познакомимся вот с чем у нас тут будет вот не будет а есть два файлика это ну два файлика есть такой классик самый простой дан который просто печаток печатает какое-то значение так вот он состоит из двух файлов понятное дело hpp в котором описано из чего состоит этот класс и непосредственно сама реализация до который в себе дальше есть main cpp который подключает этот h файл ну и соответственно объявляет создают объекты этого типа короче и вызывает функцию вот 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 так вот сегодня то есть получится смотрите у нас здесь уже это раскинуто по под директория соответственно познакомимся немного с под директориями как их добавить и еще с одним моментом момент этот следующий там ну в разных примерах я вижу видел есть указание ну типа как можно семейком сгенерить h файлик который к примеру записать там номер версии путь и все такое но это сегодня попробуем то есть как с помощью семейка сгенерить h файл который можно потом подключить к проекту и потом аж после всего этого собрать проект вместе с этим сгенерированным файл и так и так идем что у нас сейчас но это все вы уже знаете да в прошлый раз минимальная версия семейка название проекта флаги это нужно брать исходники из ну что тут новая новая вот здесь да не просто регулярка в которой указано что все файлики с расширением cpp а еще указано директория вот она здесь валяется семейк лист соответственно вот взять с этой директории все файлы с расширением все пипи объединить их вот в эту переменную в список и на основе этого списка сгенерить но если мы сейчас попробуем это сделать давайте семейк и давайте майк мы увидим фаталы геро но почему фатал геро потому что main cpp указывает ну то есть не указывает четкого пути где валяется этот hpp то есть по хорошему конечно же можно было бы указать что это находится вот здесь папочки include то есть выйти из src на уровень выше и пойти в include вот так можно было бы вот так и это честно говоря на мой взгляд ну получше так а чё такое я не туда указал а ну и соответственно да вот здесь тоже тоже самое то же самое нужно include так давайте майк и все у нас хорошо все у нас собралось но 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 на мой взгляд лучше сразу устанавливать пути полные пути ну не полный там диск c или тут home там себе просто и так далее а вот вот такие но можно их и не указывать то есть не везде и не все указывают как как про решить эту проблему дело в том что на по умолчанию да если мы не указываем нашему компилятору где еще искать вот эти вот файлы заголовочные тон по умолчанию конечно же все ищет 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 вот ну вот вот тут а будет искать ну потому что main cpp подключает астер астер тест аж теперь а соответственно там где main cpp валяется там только cpp файлы там аж теперь нет это можно можно либо флагу компилятору передать и указать что есть еще инклуды то есть заголовочные файлы в какой-то определенной папочкой или можно это сделать с помощью семейка тоже ну это можно еще сделать с помощью семейка надо вызвать вот такой макрос in club директории с вот мы указываем какие директории и где будут ну инклуды валяться для этого воспользуемся вот таким макрос с макросом project name мы уже знакомы теперь ну эти все макросы можно понаходить на документации семейка либо либо еще где-то так и нам надо указать нам надо указать вот такой project source gear in club соответственно флагу ну а компилятору в качестве флага может быть кто знаком там передается вот такой и флаг компилятора и какой-то путь указывается там им клуб там и и тра-та-та вот то есть место то есть это можно сделать либо вот здесь сет семейк си xx флаг и передать этот путь но это неудобно потому что вот эта строка будет расти удобнее это делать вот таким вот способом соответственно при сборке будут учитываться не только стандартной директории в по которым валяются эти инклуды ну заголовочные файлы но и те директории которые мы укажем ручками и теперь давайте пересоберем пересоберем мэйк семейк что такое как это как это пустую строку он содержит он не содержит пустую строку инклуд директории вроде все правильно они неправильно я тупанул это же вот вот это у нас будет тут путь подставиться к нашим исходником а потом ну путь вот этот к этому файлу да а потом к этому пути надо давать еще инклуд вот так майк вот и теперь у нас все отлично и все хорошо собралось теперь теперь по поводу генерации 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 ну давайте по поводу сначала не генерации смотрите по поводу версии вот разные есть примеры обучающие там указано что можно с помощью семейка указать версию программы можно можно но давайте это сделаем для этого нужно воспользоваться стандартным макросом set set на самом деле он еще устанавливать ну различные всякие там переменные и для этого для этого мы возьмем нашу наш имя нашей программы дальше версии он так веру вершин главное major 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 1 то есть есть на существует четыре перемены то есть это стандартная переменная вот то есть она добавляется к имени проекта но это стандартная переменная семейка она указывает типа самую главную версию проекта но самую основную также есть еще три перемены есть major есть minor ну типа младшая есть еще вот это я так и не понял но она есть документации вот по моему вот так вот и есть еще твик чё за твик но я особо не вчитывался поэтому почитать в основном хватает ну высокой ну высшего и младшего и низшего разряда но грубо говоря вот три это мажор маму мажор да там а минор это 5 так короче 2 3 4 вот так вот сделаем вот смотрите вот таким образом мы устанавливаем версии так так теперь ну теперь как же формируется версия версия сама формируется вот с помощью в этом мы уберем вот переменная который будет четко содержать версию она будет состоять в данном случае так как я еще две переменные добавил на будет состоять из 1.2 . 3 . 4 но по-хорошему к примеру если брать только две основные перемены то это было бы вот как вот здесь до версии 3.5 то тут бы было 1.2 ну короче давайте сформируем основную переменную которая уже все это будет содержать что нам для этого надо нам для этого надо давайте я сейчас напишу а потом покажу вот что получилось то есть я установил переменные а потом уже на основе этих переменных я уже вот так вот установлю конечно же можно было бы мне не париться и здесь просто написать 1 . 2 . 3 . 4 . но дело в том что это все там может где-то лежать другом файле ну к примеру да там и потом это менять можно запариться так часто бывает перед релизом в пятницу вечером кто-то забывает указать версию и в результате получается клиент уходит не релиз а дебаг версия ну и все такое ну где-то эта шутка где-то это и не шутка так вот вот таким вот образом то есть я формирую уже вершин то есть это стандартная вот это вершин это стандартность семейк перемены то есть но здесь еще добавляется именно нашего проекта и формируется версия теперь смотрите я говорил что покажу как на генерить аж файлы да с помощью семейка ну что нам надо сделать давайте просто создадим сначала два файлика первый файлик будет содержать версию блин вот так давайте контроль n и давайте не первый будет содержать путь полный путь и мы сейчас создадим аж файл и фун дэв так вот так будет патч аж но это стандарт это заголовочный файл это вы понимаете если не объявлено макроса то дефайн им его и надо их до чтобы не было повторного включения это это понятно так сохраним это все include и назовем его вот так вот под . in . h почему мы так назовем потому что мы будем генерить аж файл вот этот но не полностью генерить а кое-что будем менять что мы будем менять смотрите здесь я сейчас сейчас напишу вот так вот конст чар звездочка и же ну типа глобальная перемена соус путь к этим исходником дальше дальше я создам еще глобальную переменную и назову ее путь к бинарник это конечно такое себе такая себе информация потому что путь к бинарнику может измениться но тем не менее теперь смотрите вот сюда собачку напишем и вот так вот project source gear и тут собачку а вот здесь будет тоже собачки я думаю вы уже начали догадываться это место вот этого семейк подставит то что я ему укажу так а тут project бинари дир но указывать в данном случае я ему ничего не буду потому что это стандартная переменная семейка вот вот они вот они вот они вот project source gear можно указать project name там еще что нибудь поиграйтесь но вот здесь я указываю что в этом переменная что когда будет семейк генерить то он вместо вот этого до подставит полный путь к исходникам и путь к бинарник есть теперь давайте создадим еще один файл в котором мы уже будем хранить непосредственно версии и я сделаю такой копипаст контроль n контроль v и и вот здесь версию 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 блин неудобно на ноуте я уже об этом говорил неоднократно но чем-то надо трафик забивать поэтому надо еще раз сказать блин как неудобно на ноуте на ноуте так и создадим создадим это все там же до лес лесом 2 include только вместо патч подх напишем вверх вверх так вверх . блин я неправильно надо вот так вот вверх . h . in но чтобы логичнее это было так получающих патч in . не логичнее когда версия h это типа вход входные пара блин входной файл им да на и его основе семейк должен сгенерить а вот файл а вот файл будет просто . h вот семейку все равно я могу могу здесь чего угодно указать это я так чисто чтобы для себя было понятно тогда давайте патч пересохраним вот так вот h и . in вот так есть есть теперь что версии мы сделаем а в версии мы создадим такую глобальную переменную как как вверх сион и в этом версии они как вы думаете что мы напишем правильно мы напишем вот вот это так вот так но так как это не стандартная переменная семейковская то для этого мы уже воспользуемся знаком доллара и фигурными скобками потому что это наша собственная переменная которую вот мы создали вот мы создали проект а дальше мы создавали свои переменные вот семейк экзампл с два версии соответственно для этого будем использовать уже уже вот это есть есть что нам надо сделать дальше дальше нам надо ну то что мы создали два файлика это хорошо но нужно еще под шаманить сам семейк файл то есть нам нужно вызвать вызвать определенный макрос и ему нужно сказать что у нас есть некие файлы которые нужно генерить для этого вызываем такой макрос кон фигур файл есть сюда так сейчас пробелчики поставлю сюда 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 нам надо передать первое project source deer сейчас сейчас project source deer это мы сюда так include cloud cloud версия . h . in есть то есть это входящий файл а на выходе мне нужно получить вот это сейчас binary binary там где бинар не будет валяться то туда нам мне нужно положить вот этот файлик вер . h даже не вер . h а версии он версии он дальше и второй файлик точно также я указываю где лежит тот файлик который надо сконфигурить в данном случае это у нас патх h . а на выходе должен быть патх вот так есть теперь теперь у нас есть файлик main cpp соответственно в этом файлике нам нужно сделать следующее в этом файлике мы будем выводить выводить информацию о версии и информацию о путях поэтому нам надо включить вот эти сгенеренные уже файлики то есть это будет version . h version h и пас ну правильно говорить мне не нравится поэтому патх версион и патх есть это файлики это файлики которые будут will will be generated то есть эти файлики желательно да коммент поставить что они будут сгенерены блин ошибку generated generated короче и там надо написать by семейки все такое есть давайте попробуем это собрать просто попробуем оно сейчас не соберется но мы просто попробуем есть такой подход собирать до тех пор пока не соберется ну это шуточный подход так смотрите fatal error version h но сач файл ордиректоре короче не нашло его почему не нашло ведь он же есть вот он смотрите патч и вершин и они сгенерены смотрите патч вместо той переменной были подставлены то что мы указали вместо version была подставлена версия круто конечно же круто но что же делать с этой вот ошибкой смотрите что надо с ней сделать с ней сделать надо следующее вот здесь мы указывали дел底 на путь к где валяются наши эти фууууу ну инклуды да хидерфайлы соответственно здесь надо еще указать что хидерфайлы еще будут валяться не в project в 살�nam а туда куда я их сгенерит В данном случае я их генерю вот сюда. Вы можете у себя указать любые другие пути. Это же у меня как примеры. Поэтому вам не обязательно генерить это туда, куда генерится бинарник. Почему я генерю туда, куда бинарник генерится? Потому что каждый раз вот эти файлики будут разные. Поэтому это временные файлы. Поэтому туда и генерятся. Так, давайте пересоберем еще раз. Make. Make. Что такое? А, блин, точка там стоит. Где тут точка и почему тут точка? Ну, потому что писать. Еще и микрофон что-то говорить. Так косоглазие можно заработать. Есть, собрали. Ну, дело за малым. Дело за малым подфиксить вот этот файлик. Сейчас я его подфикшу. Ну, как подфикшу. Я его скопирую из другого файла, который я заранее подготовил. Один момент. Готово. Скопировал. Попробуем пересобрать. И попробуем запустить. CMake. Где она? Выводит назначение какое-то, да? Ну, это смотрите. В чем, ну, из чего состоит этот файлик, да? Наша программка. Если аргументов больше, чем один, ну, первый аргумент мы знаем, передается путь к программе. То, знаешь, мы что-то командной строке передали. Знаешь, нужно обработать, что мы там передали. И, ну, и что-то там сделать. Если же нет, то просто, ну, или, как бы, в любом случае создается объект нашего класса. Инициализируется там внутренняя переменная значением 100 и выводится на экран. Что мы видим, да? Теперь давайте посмотрим справку по нашей программке. H. Показать версию и показать путь к программе. Давайте посмотрим версию и посмотрим путь. Что мы видим в версии 1, 2, 3, 4? Пути следующие. К исходникам вот такой путь, к бинарникам вот такой. Ну, бинарники и исходники папки могут меняться. Теперь смотрите. Работаем, работаем. И решили мы изменить версию. Теперь мажор у нас, не, минор у нас не 2, а уже 9. А тут 0. К примеру, у нас еще нету окончательной версии. У нас 0.1, ну, короче, вот так вот. Давайте пересоберем. Полностью пересобирать не надо, потому что новых файлов мы не добавляли. А если новых файлов мы не добавляли, а меняли только, ну, уже текущие, то пересимейк запускать заново не надо. Запускать просто make надо. Make и теперь запустим нашу программку. Как мы видим, версия поменялась. Файлики, аж файлики были перегенерены и все такое. Вот. Вот. Ну, думаю, все. В следующий раз, конечно же, продолжим. Как я и говорил, мы дойдем все-таки до создания библиотек статических и динамических, до подключения этих библиотек. Ну, может быть еще, может быть еще поиск каких-то пакетов. Ну, наверное, да. А дальше я не уверен, потому что, ну, нету времени. Но как база, я думаю, будет неплохая, чтобы понимать, что такое CMake, да. Ну, плюс, конечно же, надо еще где-то подчитывать, если что-то непонятно. Ладно, ладно. Думаю, думаю, все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.